Книги как увлечение и развлечение, книги как исцеление от тоски и одиночества, книги-проводники и книги-друзья. Вы обязательно найдете то, что нужно именно вам. Мы же со своей стороны можем только посоветовать. Юмор — это последняя линия сопротивления. Пока мы смеемся, мы живы. Эти слова принадлежат Фредерику Бакману, которого сейчас называют шведским писателем десятилетий. Вот уже 200 лет Швеция пользуется репутацией фабрики книжных бестселлеров. И, как вы, наверное, уже поняли, сегодня мы будем говорить о шведской литературе. И начнем с книги уже упомянутого нами Фредерика Бакмана. Здесь была Бритмария. Экранизации, переводы, рекордные тиражи. Сегодня, пожалуй, именно Фредерик Бакман, бывший блогер, бывший водитель-дальнобойщик, бывший журналист, несостоявшийся религиовед, любящий отец двоих детей, счастливый муж, в наибольшей степени отвечает за литературное имя Швеции, как на родине, так и за ее пределами. Фредерик Бакман рисует Швецию как страну, где под глянцевой обложкой социального государства таится множество серьезных проблем. Одна из таких книг Романа Бакмана здесь была о Бритмарии. Я бы ее назвала гимном антиэйджизму. Реально ли в 63 года изменить свою жизнь? И не просто сменить место жительства или профессию, а переосмыслить свои жизненные приоритеты и, наконец, позволить себе быть собой. Выбрать то, что нужно именно тебе, ни на кого не оглядываясь. У Бритмарии это получилось в 63 года. А до этого 40 лет она жила только для мужа. Стирала, убирала, готовила. Но однажды терпение закончилось. Не осталось сил закрывать глаза на многолетний обман. Можно поступить двумя вариантами. Можно биться в истерике, а можно сжигать мосты. Бритмария выбрала второе. Сняла обручальное кольцо и ушла от мужа. Судьба закинула ее в маленький захолустный борг, в котором пиццерия, продовольственный магазин и автомастерская находятся под одной крышей. А у детей попросту нет футбольной площадки. Да и молодежный центр, в котором предстоит работать Бритмарии, тоже вот-вот закроется. И все-таки именно борг позволит Бритмарии освоить новую профессию. Найти настоящих друзей, научиться шутить и полюбить футбол. Настоятельно рекомендую к прочтению всем. Потому что это роман о настоящей дружбе, доверии и любви, о втором шансе, о прощении и о футболе, конечно. Популярность к Микаэлю Неме пришла в 2000 году. После выхода в свет его романа «Популярная музыка из Витулы». Книга стала не только культовой, а сверхпопулярной. Достаточно сказать, что общий тираж в Швеции романа составил почти миллион экземпляров. То есть книгу на родине в Швеции прочел почти каждый ее житель. На русском языке книга вышла в 2003. И с той поры любители Микаэля Неме ждали переиздания. Переиздание состоялось в 2020 году. Перед нами шведское захолустье. Маленькая деревушка паяла на границе Швеции и Финляндии, в которой растут два друга, подростки, мать и Нили. На дворе стоят 1960-е. И пока весь мир мчится вперед, это полет в космос, карибский кризис, революционные научные открытия, в этом местечке не происходит ровным счетом ничего. Из развлечений здесь сходить на свадьбу, сходить на похороны, подраться или виртуозно напиться. Лучиком света во всей этой будничной прозаичной деревенской жизни оказалась музыка. Пластинка Битлз, подаренная кузенами из Америки. Концерт Элвиса, показанный по телевизору. Все это оставляет в жизни героя глубокий след. Сначала у него появляется гитара, вырезанная из фанеры с резинками вместо струд. Под нее можно тоже отлично представлять, как ты выступаешь на сцене. Потом копятся деньги на настоящую электрогитару. А потом в школе появляется новый учитель, который собирает музыкальную группу. Ну а потом, соответственно, первые незабываемые выступления. Интересно, что книга не богата на события, но она каким-то магическим образом затягивает и толкает нас на воспоминания о своем детстве и взрослении. Здесь и первый заработок, настоящая светлая дружба, первый сексуальный опыт, любовь к музыке, проба алкоголя и многое другое, через что проходят все люди на планете Земля. В книге много юмора, причем и черного. Микаэл Ниеми смело подшучивает над своей малородиной. Он действительно вырос в паяле, мало того, он и сейчас проживает там. События, описанные в популярной музыке из Витулы, происходили в действительности. Хотя нельзя не отметить, что кое-что Микаэль определенно приукрасил. В общем, с этой книгой точно не соскучишься. И если вас не испугают иногда встречающиеся крепкие словечки и натуралистические описания, я рекомендую ее как лекарство от тоски и хандры в любое время года. Восемь лет назад уже не существующее ныне издательство выпустило книжку у шведского писателя и иллюстратора якобы Вигелиуса «Легенда о Салли Джонс». То была графическая история. Жизнеописание гориллы по имени Салли Джонс полное трагических поворотов. И она оказалась подлинным шедевром. Теперь же, совсем недавно, в издательстве «Белая ворона» вышло продолжение. Эта книга куда увесистей и взрослей. В ней гораздо меньше иллюстраций, но они также великолепны. И если первая часть была, пусть крайне оригинальной, но все же книжкой-картинкой, которую легко мог осилить первоклассник, то вторая – настоящий приключенческий роман «Жан Ренуар», рассчитанный на читателей постарше. Читать правду о Салли Джонс можно и в отрыве от первой части, забыв о фантастической истории появления гориллы в мире людей, о ее криминальном прошлом и бесконечной череде лишений и предательств. Можно начать с фразы «Как я оказалась среди людей – не знаю». То есть буквально с первой страницы. А дальше Вигелиус – гениальный рассказчик, заманивая читателей в Бомбей и Александрию, в трюмы грузовых пароходов и на палубы яхт, знакомит нас с агентами полиции, террористами и махараджей. Но Вигелиус – не только изобретательный рассказчик и талантливый график. Бессловесная обезьяна наделяется у него человеческим голосом в подростковой литературе, наверное, самым сильным человеческим голосом в подростковой литературе последних лет. Эта книга Вигелиуса стала лауреатом премии Августа Стринберга и была переведена на многие языки мира. А в ноябре 2020-го стала обладателем премии Астрид Лингрен – национальной литературной наградой, вручаемой за вклад в детскую и юношескую литературу и предназначенной исключительно для шведских писателей. Вручается ежегодно в день рождения Лингрен 14 ноября. Читайте и помните – книги изменяют нас, а мы влияем на суббы книг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова